Здравствуйте! На библейском портале «Экзогет» поведём речь о пророках. Это особенное служение, которое является для нас до сей поры очень важным и свидетельством, и таким мобилизующим служением пророков. Хотя прошло больше двух с половиной тысяч лет от того времени, когда произносили свои речи пророки, о которых мы будем говорить, но это всегда истинно и всегда актуально, потому что это голос Бога в речи пророка. Человек свободен как человек, его преданность состоит в том, что он в независимости от своих способностей, возможностей, судьбы, планов жизненных идёт на это служение, и это является важнейшим шагом для того, чтобы и народ, избранный Богом, двигался указанным Богом путём. Итак, главное содержание Священного Писания – история спасения. То есть Библия о том, как Бог указывает человеку путь к общению с Ним, своим Творцом. Можно сказать, блудному сыну указывается путь домой, к возрастанию в богоподобии. Бог призывает человека встать и выйти из падшего состояния, подобно тому, как после грехопадения человек слышит Божий голос – «Адам, где ты?» Нет ответа. Проходит время, и снова призыв Бога к человеку – «Каин, а чего поникло лицо твое?» «Не грех ли у дверей?» Нет ответа. Но вот голос Божий обращён к Аврааму – «Авраам, вот я, Господи!» – отзывается Авраам. И тогда, в ответ на этот отзыв, на эту готовность Авраама последовать указанному Богу путём, Бог отвечает благословением и Аврааму, и всем его потомкам. Так Авраам уходит из земли Халадейской в землю Хананскую, и его потомки становятся странниками. В книге чисел, главе 23, уста Мевлаама Господь так говорит об избранном им народе. «Вот, народ живёт отдельно, и между народами не числится. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него». Быстрота единорога – это символ непобедимого стремления, которое задано Господом. Заметим ещё, что упоминание о переходе из Египта в землю, обетованную Богом, является наиважнейшим моментом в исповедании избранного народа своей истории как священной истории, как жизни, которая ведома Богом. И уже апостолы, когда обращаются к иудеям с проповедью о Христе, повторяют эту историю, опираются как бы на это событие выхода из Египта. Нужды нет, что если исследовать археологические свидетельства, исторические какие-то памятники, мы не проследим этого пути огромные массы целого народа тем путём, который указывает нам карта библейской истории. Мы можем скорее описать средствами археологии постепенное засевление земли ханаанской выходцами, семитами из западных земель, из Египта. Но смысл переселения именно в том, что это было судьбой, предначертанной Богом. И Бог вёл народ на эту землю обетованную. Ибо среда единорога, повторяю, тоже не случайный символ, это такое исключительное усиленное непобедимое стремление. Смысл существования этого народа – не в утверждении себя на земле, где никакое царство не устоит вечно, но в восхождении к Богу. И с самого начала его истории пророки об этом свидетельствуют, начиная с того, что они учат народ быть всегда послушными Богу во всех тонкостях и подробностях обряда, уклада жизни. Но главное в этом, конечно, в конечном счёте воспитание такой верности в свободе. Потому что только истинное общение с Богом даёт человеку настоящую свободу. На этом пути народ направляет пророки. Они обличают отступничество, требуют абсолютной верности своему Господу, потому что только в Нём, в Боге, истина. Как говорит в псалме пророк Давид, «Не надейтесь на князя, на сына человеческого, в них же не спасение». Пророки – не прорицатели судеб и не предсказатели, они – вестники Бога. Их устами Господь направляет в свой народ, и они учат народ свой главному – спасение только в Боге. Вот эпизод из первой книги царства. Пророк Самуил сказал Саулу, Саул, который помазан им царём, «Послушай глаза Господа, так говорит Господь Савауш, иди и порази Амалика, и истреби всё, что у него. Не бери себе ничего, что у него, но истреби и предай заклятию». Но Саул позволил своим воинам сохранить лучшее из того, что они взяли у амаликетян, как бы для приношения в жертву Богу. Тем самым они сэкономили бы свой скот. Так вот, за то, что Саул предпочёл свой расчёт божественному повелению, пророк Самуил укоряет его и говорит, «Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушанию глазу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление, то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царём над Израилем». Заметьте, пророк сравнивает непослушание Богу, как тяжкий грех, с волшебством. В книге «Второзаконие» в главе 18-й есть такие слова Моисея «Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, волшебник, ибо мерзок перед Господом, всякий, делающий это». Вот о прорицании. Казалось бы, почему это грех? Если человек имеет какую-то исключительную способность прозревать будущее и может его бесошибочно указать, почему это грех, а потому что не от Бога. Всё то неполезно, не только неполезно, но гибельно, что не от Бога. Пусть тяготы, в которых Господь благословит жизнь и как-то утвердит её в истине, чем отступление от него с мелочной выгодой. Вспомните эпизод из книги «Деяний», когда апостол Павел исцелил служанку неких господ, который мерил дух прорицания. При этом она указывала на истину, она говорила, вот идут люди, Бога живаго, проповедники. А Павел оборачивается, исцеляет её, то есть изгоняет беса прорицания, за что потом потерпел от её хозяев. Итак, пророки не прорицатели. Это изначально считалось отступничеством от Бога, служением, идолом и категорически запрещало и законом. Они указывают путь, они ориентируют как-то человека в его житейских выгодах. Так вот, есть такой эпизод, если нам вернуться к истории царя Саула. Он ведь не вразумелся обличением пророка Самуила. И по смерти Самуила, в страхе перед филистимленами, желая знать, чем окончится его битва, обратилась к волшебнице Маэндоре, кто, может быть, помнит картину художника Ге в русском музее на эту тему. Вот. Эта волшебница вызвала дух Самуила из Шаула, из ада. И пророк снова обличил Саула в непослушании Богу и предрек ему гибель. Волшебница общается с миром нижним, где нет жизни, нет Бога. Истинный пророк получает благословение от самого Бога, взойдя на гору. Гора – символ восхождения вверх, горе вверх. И потому на Синае, на горе, беседовал Моисей с Богом и получил скрижа Лизавета. А потом Илье было сказано Господом «Выйди и стань на горе пред лицем Господним». И он тоже восходит на гору и присутствует перед самим Господом. Восхождение на гору – это важнейший символ приближения к Богу. Именно на горе, на фаворе, апостолы, те, которые были свидетелями особенно важных событий при служении Иисуса, то есть Пётр, Иаков и Иоанн, увидели Иисуса в божественной славе, беседующего с Ильей и Моисеем, с пророками. Чтение из Ветхого Завета по Римии на праздник преображения Господня повествует о восхождении этих пророков из книги «Исход» у Моисея и из третьей книги царства. Мы читаем об Илье. Вот эти отрывки, вот из «Исхода», 24 глава, то, что читается на праздник преображения Господня. «И взошёл Моисей на гору и покрыло облако гору, и слава Господне осенило гору Синай, и покрывало её облако шесть дней, а в седьмой день Господь воззвал к Моисею из среды облака, и видишь, что слава Господне на вершине горы был, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошёл на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей». И далее из главы 33 стих 11 книги «Исход» «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Вот что важно. Тут Господь, беседуя с человеком, с которым общение у Бога не повреждено отступничеством, несогласием, каким какой-то самностью человеческой, Господь полностью предан, и потому он может услышать истинный голос Бога. А вот о восхождении на гору для собеседования с ним, с Богом, пророка Ильи, читаем в Третьей книге Царства. «И было к нему слово Господне, и сказал к нему Господь, что ты здесь, Илья?» и сказал, «Выйди и стань на горе пред лицом Господнем, и вот Господь пройдёт и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь, после ветра и землетрясения, но не в землетрясении, Господь, после землетрясения огонь, но не в огне, Господь, после огня – веяние тихого ветра, и там Господь». В контексте преображения Господня на фаворе открывается самая суть событий на Синае, бывших за многие столетия до Христа. Видя присутствующих со Христом пророков, мы понимаем цель их служения, кому они призывали, в чём состоит эсхатологический, то есть о конце текущего времени и наступлении Царства Божьего, и мессианский смысл всей истории избранного народа, почему эта история священна. Он приготовляет на место Царствие Отца. Вот к кому призывают пророки? Ко Христу. Эта история священна, потому что ответ монохония во Христе – он соединяет разобщённое человека и Бога. Он говорит, Спаситель, «А если бы не так?» В Доме Отца моего обители много, говорит он, «А если бы не так?» «Я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И именно об этом с Иисусом собеседовали Моисей и Илья из первых пророков, которые указывали путь избранному народу. В этом содержание пророчеки слов у одних прикровенно, а у других прямо, то есть о Христе. Так что притечий и креститель господин Иоанн по самому существу своему есть последний пророк Ветхого Завета, пришедший в духе и силе Ильи, прямо указывающий на Христа. Июстин Мученик, знаете, этого святого II века, из ранних христианских апологетов, мучеников, объяснял, что сначала Христос явился в Моисею в виде огня. В прямом общении человеку всегда приходит образ Отца, Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Это он беседует с человеком, какое бы время истории не происходила эта встреча. Так и с Моисеем в образе огня при купине не сгорающей. Так и когда Господь является Илье в тихом ветре. Мы можем вспомнить этот чунный гимн, который поём на вечернем богослужении. «Свете тихие, святые славы, свет Отца, вот кто есть и поплатившийся Христос Иисус». На Фаворе он открывает ученикам, именно открывается ученикам, именно как свет Отца. И Моисей и Илья беседуют с ним на Фаворе об исходе его, как бы продолжают своё пророческое служение. Это подтверждается чтением этих указанных паримий. Они потому и читаются в День Преображения, что пророчеки и слова прямо на этот момент указывают. Таким образом, читая пророков, мы далее будем читать пророка Исаию, Амоса, Осию. Читая пророков, мы должны всё время помнить, как сказал о пророках сам Господь Иисус Христос. Мы уже упоминали эти его слова. «Закон и пророки о мне», говорит он своим ученикам. До следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok